привет всем привет девчонки присоединяйтесь напишите пожалуйста видно и слышно все хорошо поставьте какой-нибудь там плюсик или что-нибудь чтобы я знала что вам все видно и слышно так присоединяем нашего сегодняшнего гостя добрый день здравствуйте меня слышно видно а то пока там никто а вы написали слышно вам все нормально слышно видно да кристина здравствуйте здравствуйте так я значит скажу вступительное слово потому что я еще не успела сказать девочки у нас сегодня в эфире потрясающий врач анна залимханова хамзалатова как давно мы ее ждали вы не представляете это просто что-то невероятное я очень счастлива что наконец-то вы до нас зашли это вообще девчонки это потрясающе а когда я увидела что она залимханова айна залимханова стоит а тег наши в шапке профиля я просто была в шоке это самое сердце я потом вас про это спрошу вот поэтому давайте скорее начинать мне уже не терпится расскажите коротко себе для тех кто не читал анонс кто вообще не в теме вот ну во первых еще раз раз еще раз здравствуйте кристина и уважаемые друзья которых я пока не вижу или потом меня увидят не знаю всех рада приветствовать сегодня ну зовут меня айна залимхановна я акушер-гинеколог училась я северо-осетинском государство медицинском институте и выбрала профессию акушера гинеколога то есть закончила интернатуру по акушерству гинекологии дальше воле судьбы силу определенных обстоятельств на моей исторической родине я попала в санкт-петербург временно но нет ничего более постоянного в нашей жизни чем временное и мы тут под задержались спасибо питеру люблю его обожаю это город мечты конечно для многих и для меня в том числе вот затем была ординатура клиническая по акушерству гинекологии при санкт-петербургской государственной педиатрической академии и базы по акушерству был 16 родильный дом вот легендарный я бы сказала уникальные любимые и вот по окончании клинической ординатуры они меня пригласили на работу чему я очень рада и до сих пор благодарю руководство которые меня позвали на работу и приняли и вот в течение 20 лет я работала в этом родильном доме сейчас волей судьбы я оказалась военной медицинской академии в клинике акушерства гинекологии и тоже несказанно рада этому потому что такая мощная медицинская организация с такой мощной научно-технической базы с научной базы с кадровыми ресурсами где есть прогрессивное руководство которое ну жаждет можно сказать продвигать наши идеи и наши с вами в том числе кристина идея и поэтому вот наверное да не важно где ты оказываешься важно наверное оставаться собой и работать правильно и как как по душе можно сказать так вот да важно что ты делаешь по что ты веришь да и что ты делаешь да безусловно ну это она коротко себе родилась жила училась обработает а это вот для простых смертных доступное место ну вот где вы сейчас работаете а то когда я слышу слово военное я сразу начинаю думать что это только для военных знаете что смотря на то что я много лет уже в санкт-петербурге уже течение 20 лет работаю вот в одном родильном доме все таки может такая закрытая система вот вот работаешь в одном родильном доме вся жизнь проходит там и для меня говоря военно медицинская академия была точно так же как и вы говорите какой-то закрытая структура отнюдь нет даже мои пациенты не говорят а не зелим хана вы уже не в роддоме нет конечно я в родильном доме там шикарная клиника очень сильная кафедра там родильное отделение прекрасное заведующие отличный прогрессивный начальник кафедры начальник клиники в одном лице и люди конечно льготный контингент это военнослужащие семьи но тем не менее работа по умы с работа по контрактным родом они рады видеть наших женщин в стенах этого учреждения пожалуйста приходите все для вас для женщин для них есть отдельные родзалы сейчас начинается ремонт и где будут обязательно проходить роды по мягкие вот пакет мягкие роды индивидуальные роды все это будет вот ванны в общем клиника готовится и будут будут также посещать доллы наши прекрасные по крайней мере все вот эти пункты озвучиваются и мы к этому идем это хорошее место и женщинам очень нравится я вот прошлась по послеродовому отделению очень тихо спокойно как-то женщины очень все довольны и счастливы как и должно быть в родильном доме собственно говоря у меня два сразу таких этих знаете стереотипа что если это что-то военное значит это что-то закрытое и второй стереотип если это военное то значит там одни все врачи военруки но и вы понимаете про военруков что я имею ввиду что все жестко рожаем на спине но такое вот у меня два стереотипа это все просто да нет это не совсем так потому что работают не военные врачи работают гражданские люди несмотря на то что у нас руководительный военный человек но тем не менее акушерство не может быть военным или не военным вы же понимаете нас одно поэтому это стереотип да это стереотип нет там очень много докторов с разных институтов с разных клиник разных городов россии нашей кстати говоря я очень поэтому удивлена вот ну и порадовалась собственно говоря что предоставляется моим коллегам возможность работать в таком месте нет люди там приветствуют вот нынешние вене вот современные реалии принимаются безусловно есть кстати говоря военно-медицинской академии все условия для вертикальных родов есть там беспроводное ктг которая вот до конца второго периода родов женщина вообще не привязанная к тг она может это кстати здорово я ну только там встретила вот такое беспроводное ктг в остальных родильных домах у нас все таки проводные остаются и какие-то ограничения хотя мы пытаемся для женщин создать условия но какие-то ограничения все равно получается поэтому очень опытные акушерки мне понравились нет все хорошо ребятам так что приходите стереотипы развеивать понимаете мифы надо развеивать а для этого надо надо когда закончится карантин безусловно будут открытые двери такая программа можете приходить и смотреть и будем проводить какие-то эфиры санкт-петербурге есть много девушек женщин которые занимаются вот этими родами пожалуйста вот недавно мы разговаривали с ярослава из славных родов до этого у меня было тоже и не я приглашаю когда закончится все эти мероприятия мы открыты для вас ну сделаем тогда новый тэг там очень мы часто слали тэг ваш личный тэг и очень часто слали ваш тэг личный да и тэг роддома 16 теперь будем делать отдельный тэг который пойдет за вами кстати первая первая ласточка уже была родила уже девочка у меня с рубцом на матке мы счастливы с ней обе и очень радуемся но кстати говоря они проводят роды с рубцом на матке я тоже это увидела воочию при мне родился крупный ребенок у доктора индивидуальные роды 4 200 так что все нормально опыт опыт есть у людей у докторов ну классно это вот радует прям давайте давайте про роду с рубцом расскажите пожалуйста вы считали не считали ну примерно хотя бы какая вас личная статистика успешных перестань честно я не считала своей личной статистик ну вот так но но несколько лет назад рукав от сопроводила в 2 года назад два года назад руководство проводило статистику породильному дому ну как вы понимаете я была нею не имιο числе последних безусловно вот não ни проводила личной статистики и не думая что это столь важно и принципиально но конечно я могу сказать сама про себя и про своих коллег вы про себя лично что больше, конечно, родов с рубцом на матке, которые рожают естественным путем. И это, конечно, здорово. Могу сказать про статистику своего. Слышите, да? Это больше 50 или меньше 50? Да, конечно, конечно. Да, конечно. Думаю, что да. И, кстати говоря, 16-й родильный дом, статистика, если процентские сречения где-то 17,5 у нас остается все эти годы, немножко подрос, конечно, был еще меньше, то статистика по естественным родам с рубцом на матке – это почти 50% в нашем учреждении. Это очень много. Для Санкт-Петербурга, для нашей страны, вы же понимаете, да, несмотря на то, что мы позиционируем цифры 70-80, но по нашей стране это проблема. У нас нет таких цифр все равно. Может быть, в Москве, я не слежу, там есть легендарные родильные дома, где пропагандируют и ведут эти роды. И мы на них смотрим, на Москву, да, безусловно, они всегда в авангарде. Но мы стараемся не отставать, безусловно. В структуре этих родов с рубцом на матке есть роды с двумя рубцами. И даже с тремя рубцами, конечно, это великое чудо и для нас, безусловно. Но, тем не менее, структура расширяется этих родов. Это тоже немаловажно. Вот, поэтому вот думаю, что да, по статистике неплохо все должно обстоять. Угу, поняла. Вот по тем историям, которые нам присылают с вами, с вашим участием, мы видим, что вы очень прям, не знаю, очень-не очень, но любите роду с рубцом. Почему? Люблю, да. Почему? Ну, наверное, потому что я просто люблю роды, Кристина. Наверное, просто роды люблю, вот и все. Для меня, вот честно, чудо зачатия, чудо вынашивания, чудо деторождения, чудо материнства, это всегда, вот несмотря на весь мой опыт, там, на возраст, да, это остается таинством невероятным. И вот это, это, наверное, главное. А роды с рубцом, они, конечно, стоят на отдельном педестале. Особое место занимают, потому что рубец. Рубец больше садительной ткани, меньше мышечной ткани, да, может надорваться, есть больше рисков для каких-то осложнений. Но именно эти роды с рубцом возвращают нас к нашим истокам, к бережному отношению к родам в принципе. Потому что вот эта преграда в виде рубца, да, и где вот риски эти есть, мы более осторожничаем. И мы видим, что если мы будем бережно относиться и к родам с рубцом, и без рубцов в том числе, но к родам с рубцом особенно, то риски этих осложнений, они ведь минимальны. Есть тоже статистика сухая, да, где обозначены какие-то цифры, очень небольшие, но тем не менее можно работать, если мы будем бережно относиться и к родовому акту, если для нас не будет, вот в палате там, то 3 сантиметра, 8, да, если за каждой сантиметрами мы будем видеть женщину и понимать, что для каждой девушки это слой отдельный, своя продолжительность родов, свой порог чувствительности, своя история. Вот, и вот роды с рубцом, они к этому нас возвращают. Меньше вмешиваемся, больше результата. Есть такая преграда с рубцом на матке, рубец на матке, когда если мы будем сильно активничать, то мы можем получить какие-то осложнения. Это результат, который мы получаем. Это невероятная награда, да, вот в виде счастья материнского. Мы невероятно радуемся тоже. И, наверное, это всё перекрывает все наши нервы, стрессы, эмоции, которые мы испытываем в родах с рубцом. Вот тот результат, который мы получаем, наверное, вот прикрываем этим самым. Ну, то есть, смотрите, то есть я слышала, что, да, вот от некоторых врачей есть такие нелояльные к родам с рубцом врачи, которые говорят, что вообще принимать роды с рубцом – это себя не жалеть, это себе развивать ишемическую и прочие болезни сердца. Вообще, зачем вам это нужно? То есть, вот что вы об этом думаете, о таком? Ну, Кристина, я думаю, что мы всё-таки… Это не громкие слова, на самом деле. Я думаю, что мы всё-таки пришли в эту профессию не для того, чтобы жалеть себя и своё сердце оберегать, а всё-таки, чтобы жалеть, прежде всего, наших девушек, наших женщин, которые в родовых муках, родовых страданиях, родовых стараниях, описанных во всех священных писаниях, рожают себе детей. И если мы будем это делать, то… Это наша миссия, можно сказать, для чего мы пришли в акушерство. Да, конечно, это роды повышенного риска, роды с рубцом. Опять-таки, потому что есть рубец и есть риски осложнений. Но если… Опять вернусь к тому, что если мы будем занимать бережное отношение к этим родам в принципе, если мы будем понимать, что для каждой женщины всё индивидуально, и взвешивать всё, и вмешиваться по минимуму, вот по минимуму вмешиваться, то мы получим меньше этих шрамов на сердце у себя и больше родов естественным путём у женщин с рубцом на матке. Наверное, вот так вот. Я, конечно, хочу заступиться немного за своих коллег тоже, Кристин, потому что мы ходим под невероятным гнётом, нам невероятно сложно. Над нами рекламентирующие документы, приказы, может быть, где-то нелояльное руководство, где-то судебные преследования и иски. Ведь победители не судят, а если что-то где-то… Ты оступишься или какое-то осложнение поймешь, то это уже другие исходы. И те сложности, в которых работают мои коллеги, ведь не везде такие шикарные родильные дома, перинатальные центры, да, где есть условия и для тех же моих коллег, которые много-много часов должны по дежурству проводить около женщины и вести такие роды с рубцом на матке или другие осложнённые роды. Не везде есть перинатальные или просто психологи, которые могут работать с теми же моими коллегами, мы ведь тоже люди. И происходит такой процесс профессионального выгорания, к сожалению. Конечно, это не должно влиять на женщин, безусловно. Наши проблемы, наши профессиональные проблемы не должны стоять во глубоком углу, но иногда это происходит к глубокому нашему сожалению. Но, в общем, общими усилиями мы должны пытаться с вами от этого уходить, давать информацию и показывать нашим коллегам в том числе, что это очень хорошие роды, шикарные роды, и мы получаем от них больше отдачи. Айна Зеленхановна, можете чуть-чуть экранчик вот на центр подвинуть, чтобы вас видели лучше, чтобы вы прям были у нас в центре. Спасибо. Я не могу сказать, поэтому у меня пока... Чтобы вас тоже видели, а потом скажут мне, что ничего было не видно. Это самое, у меня вот такой сразу вопрос возник. А что вы, вот вас, какое чувство, когда эти роды произошли? Ведь это же, ну, есть переживания, да, с одной стороны, и большие переживания, что это колоссальные вещи, когда такую ответственность, да, брать берёт. Но вот на обратном конце, что вы получаете, когда всё-таки это получается? Какие чувства, эмоции, вот, да, вы отродили в последнее время? Ну, это невероятные, конечно, эмоции, невероятное счастье, невероятное удовлетворение. Ну, нет, скажу, что я от обычных родов я тоже получаю эти эмоции, девушки, вот честное слово. Но роды с рубцом, потому что, особенно вот индивидуальные роды, когда девушки приходят, да и в потоке тоже, всё-таки роды с рубцом, есть рубец на матке. И очень часто у этих девушек, он не только на матке, он как-то и в душе у них остаётся. Им невероятно сложно, несмотря на все преграды, вот в виде наших каких-то показаний, да, там, относительных, или там абсолютных, или ещё каких-то нелояльных, там, медицинских учреждений, эти девушки к этому идут. Им это необходимо. В силу каких-то причин, как бы ни крутили у виска, там, у меня, у них, там, и у других моих коллег, которые занимаются этими родами, но этим девушкам это необходимо. Столько невероятных душевных, вот, страданий, ну, не знаю я, эмоции я выслушиваю, да, на приёме, вот, они мне рассказывают, я всегда задаю вопрос, для чего вам это надо? И они рассказывают, каждая своя история, но им это необходимо. И, наверное, их желание заслуживает не меньше его уважения, чем наше спокойное дежурство, безусловно. Поэтому, когда эта женщина получает это, вот, и стали эти пазлы на место, как мне одна девочка сказала, три года не могла пазлы составить, да, когда вот это идёт совпадение, ну, это здорово, для чего мы работаем? Для того, чтобы наши женщины уходили от нас счастливыми, чтобы им хотелось вернуться на эти роды ещё раз, чтобы они не вспоминали эти роды, сон, вот, и у них есть где-то глубоко, вот, в душе у них есть знание, не знаю, на чём оно основано, но знание своего тела, своего организма. Они знают, что они могут. И мы помочь им вот в реализации своих ресурсов, да, то, ну, что, конечно, это здорово, это невероятные эмоции, честное слово. Можно целый день простоять на ногах, но когда ты получаешь такой результат, ты счастливый, ты приходишь на подъёме, и говорят, ой, вы как будто и не рожали, вы как будто там и не дежурили. Вот эти положительные эмоции. Вы ещё, кстати, заметили, что все пинекологи очень молодо выглядят, я вам скажу, очень такие позитивные, потому что энергетика невероятная, да, родов, рождение новой жизни, она нас заряжает, безусловно. Ну, мы в какой-то степени маньяки, я бы сказала, случайных людей в путешествии нет. Я хотела сейчас немножко сказать, что это какие-то, вы как, ну, не то, что наркоманы своего рода, но что-то в этом есть, ну, в хорошем смысле, конечно. Вы говорили, у меня такие, мурашки прям побежали вообще. Не усыпай, периодически. Сейчас, секунду скажу, девчонки. это у нас виснет эфир, я очень боюсь, что у нас все зависнет, нам придется перезаходить, мы, конечно, перезайдем, но просто вот. не слышно? Слышу, да. Меня слышно? Скажите, пожалуйста. Да, я вас слышу. Девчонки, очень приятно, спасибо вам, сердечки, пожалуйста, пока поменьше сердечек, ставьте, чтобы просто у нас эфир не зависал, иногда у нас сердечек, к сожалению, перегружает, нам и приятно одновременно, и как бы вот он зависает. Скажите, пожалуйста, какие у вас лично критерии, чтобы взять женщину в роды с рубцом? То есть вот, ну, там, шов, шейка, там, вес ребенка, срок и так далее, вот все вот эти вот, какие у вас? Ну, какие у меня лично? Ну, наверное, любая женщина, которая ко мне обращается, достойна уже того, чтобы ее выслушать и понимать, почему она ко мне пришла? Ведь у нас все-таки не каменный век, да, ко мне не приходят женщины с абсолютными показаниями, с предлежанием, с корпоральным разрезом на матке, с расстанием, с признаками, вот тут у кого мы в расстании, так и далее. Есть, могут прийти девушки вообще, у которых нет никаких противопоказаний, к счастью, сейчас один рубец не является противопоказанием для родов, если все хорошо, но они могут приходить с какими-то относительными показаниями, да, вот как вы говорите, по шву, потом в процессе беременности могут быть какие-то другие критерии вылазить, но шов прошел, вы все все знаете, девочки, что мне вам рассказывать? Шов, его полноценность мы выявляем только в родах, только роды нам покажут, насколько шов у нас состоятельный. Достоверных методов и критерий в диагностике, вот определения полноценности, но на сегодняшний день стопроцентных нет, к сожалению, или к счастью, я уже не знаю, поэтому, поэтому, по протоколам мы знаем, меньше два с половиной это уже относительные критерии для того, чтобы женщина была прооперирована, но мы с вами имеем, конечно, конечно, но мы имеем опыт родов с тонкими рубцами, там важна все-таки эластичность рубца, а не толщина его, скажем так, и это проверяется опять-таки только в родах. По шейкам, ну по шейкам вообще это отдельная тема, я всегда говорю, что наши шейки нам не обязаны ничего, они ничего не должны, она не обязана быть готова в 38 недель, она не обязана быть готова в 39 и даже в 40 недель, она может быть готова в 41, может быть даже ближе к 42 неделям, конечно, когда-нибудь наступит тот момент, когда разорвется родовая деятельность, всего там, да, выше стоящих гормонов там и так далее, и когда начнется родовая деятельность, может начнется тогда ее созревание, это процесс индивидуальный. Поэтому на шейке гораздо проще, когда 40 недель она приходит, и если был осмотр, я вижу зрелую шейку. Я говорю, о, как здорово. Значит, мы уже понимаем, что половина успехов у нас в кармане. Зрелая шейка, это да, это показатель того, что должно быть все идеально, хорошо. Но не зрелая шейка 40 недель, это тоже не показатель того, что этот рубец не родит или рубец будет несостоятельным. Это абсолютно... Пожалуйста. Пишут девочки, 37 недель или 38 недель, шейка не готова, все, все говорят, что я не рожу. Ну, боже, ну что, откуда это берется? Нет, это, конечно, неправильно. Но я думаю, что этим основан большой процент естественных родов на 16-м родильном доме и теми моими коллегами, которые... Но, кстати говоря, большое спасибо хочу сказать непременно и девушкам, которые в теме, которые приходят уже с какими-то знаниями, информацией. И мы вынуждены, ну вот, и мы, я в том числе, мы вынуждены прислушиваться. Ага. Сейчас вот так, знаете, авторитарно, там вам положено, и кесаря вам будет. Так сейчас это не пройдет, такой номер, безусловно. Не прокатит, да? Да, не прокатит. Не прокатит. И реалии изменились. Это надо понимать, принимать и уметь трансформироваться. Не просто там путем трансформации, а именно вот принятие этой трансформации. Именно так вот. А по срокам то же самое. Даже в протоколах у нас указано 41 из 6, это все-таки срочные роды. Но вот в нашем родильном доме в 16-м, где я работала, я имею опыт введения в ожидательной тактике до 41,5. До 41,5. У нас был внутренний протокол. Дальше я как бы с рубцом, да. И без рубца. Без рубца и с рубцом. Конечно, имеет значение абсолютная физиологическая беременность. Если начнутся осложнения беременности в виде гипертензии, протенурии, каких-то там проблем с ребенком, но мы не можем выжидать и наблюдать, как это... Значит, тогда надо действовать по-другому. Безусловно, есть методы индукции, которые применяются. Но все методы индукции или преиндукции, они уменьшают нас на... положительный успех, на положительный результат. Безусловно. Но, тем не менее, были девочки, которые ходили до 42. Интересно, и... ...и пациента привлекается, потому что мы ходим все-таки к колами в учреждениях, и надо будет где-то подписывать отказы от действующих регламентов. Вот если женщина не хочет индукции, и у нее все хорошо по ней и по ребенку, мы мониторируем непременно ситуацию, тогда она имеет право, безусловно. Вот. Моя задача сказать, что вот положено вот так вот, как ты. Есть у меня возможности? Есть возможности, но надо внимательно мониторировать. Эти возможности тоже должны быть. Тогда можем ждать. Скажите, пожалуйста, вот... А, сейчас прервусь, девчонки. Вот я ваши комментарии, ваши вопросы вижу. Сейчас мы, когда пройдемся по основному интервью, там останется в конце времечка, мы обязательно ваши вопросы посмотрим. Я прямо их специально отлистаю, поэтому вы не волнуйтесь, никуда не пропадайте из эфира, мы до них дойдем. Так, как вы относитесь к перенашиванию? Мы уже поняли. В общем, вы относитесь к нему адекватно, нормально, да? То есть этот вопрос тогда я сразу уже, мы уже его озвучили. Слышали ли вы когда-нибудь про охранительную теорию матки? И вообще вы ее как бы разделяете или вы ее не разделяете? То есть это когда матка там сама не запускает роды или, например, роды запускает, да, но там в какой-то момент они останавливаются, да, и вот это воспринимается как показатель несостоятельности, косвенный показатель несостоятельности рубца. Вот вы придерживаетесь ее или вы как-то вот нет? Ну, Кристина, я, конечно, слышала об этой теории, но, честно говоря, никакой информации у меня про нее нет особенно. Не думаю, что это так, в мое личное мнение. Я очень не люблю матку нашу, это благодарный орган, которым происходит колоссальное изменение, это орган, который вне беременности меньше куриного яйца, да, до каких размеров она, бедная, разрастается, увеличивается. Да. Может зачать, выносить, родить. Это колоссальный орган, не знаю, честь и хвала, уникальный орган, который есть только у нас, у женщин, да, это преклоняемся перед нашей маткой, безусловно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, по поводу этой теории, ну, не скажу, что... Из этой теории следует, что есть какие-то ограничения по тем же срокам и так далее. Поэтому я с большим уважением отношусь ко всякого рода теориям, но не скажу, что я применяю такие теории на практике. Все-таки я считаю, что это индивидуальный процесс. У каждого человека, у каждой женщины он свой. Своя история, свой организм, свои гормоны. И у каждой своя матка и свои роды. Поэтому надо подходить индивидуально. Нельзя вот всех под одну ребенку, под одну теорию равнять. Кстати говоря, знаете, что я могу... Да. Кристина, я могу допустить какие-то вещи, да, когда организм может сам себя охранять, безусловно. Я не отрицаю этих вещей, потому что бывали в практике такие случаи, когда девочка никак не заводилась на роды, уже все сроки вышли и никак рода не получается. Ну, в результате рано или поздно рода наступит, ведь, да, в любом случае, на 41-й, на 43-й неделе, все равно рано или поздно женщина начнет рожать. Но на выходе мы видели, что заканчивались такие случаи, может быть, кесарьевым сечением, и мы видели, что там в одном случае был истинный узел поповины, обвитие, а в другом случае там порубцу мы видели, и мы где-то подскудно, я вот про себя говорила, наверное, поэтому специально вот долго не наступали эти роды, потому что, но это, знаете, это все-таки не совсем правильный путь, наверное, это, можно какие-то дебри изобрести, поэтому давайте будем придерживаться золотой середины, все-таки индивидуального подхода. Это, знаете, как у меня, вот я очень, у меня очень близок ваш подход, потому что вот когда я слышу про эту охранительную теорию матки, у меня такое, ну, как бы ощущение, что это как, знаете, как, когда в языческие времена, там, вот, явлением природы давали какие-то там имена, называли, богов, да, там, в честь того, сего, людям нужно каким-то образом систематизировать вот эти вот силы, которые, на которые они не влияют, да, и вот так же здесь, как бы люди придумывают какую-то теорию, чтобы самих себя как-то защитить от этого эффекта неожиданности в родах с рубцом, то есть надо как-то их все равно вот подо что-то подогнать, а вот так вот, как вы, вот это тяжело, ведь, ну, индивидуально, это же каждый раз нужно, да, заморачиваться. Ну, если говорить даже вот с теорией медицины, да, с позиции медицины, все-таки мы должны сейчас работать с позиции доказательной медицины, никаких доказательных методов исследования, чтобы эта теория имела место, вот, ну, может быть, на жизнь она имеет место, как любая теория, но так, чтобы она была во главе угла, такого у меня, такой информации я не владею, я думаю, ее нету, никаких нейрофизиологических исследований на эту тему не проведено, поэтому оставим все как есть, давайте так, и вводим ее. Вот у меня был, был случай с моими родами, да, естественными пострекествами, у меня 6 часов шейка была на 3 сантиметрах, и шею она была на 4 сантиметрах, вот, если эту теорию рассматривать, то тогда я не должна была, значит, моя матка меня охраняла от родов, я не должна была, то есть все, меня, если бы я поехала в роддом, где бы эту теорию, ее бы ставили во главу, да, то мне бы уже поставили слабость, мне бы сказали, что там не так с рубцом, уехала в конце 12-го часа, потому что я понимала, что если я приеду раньше, скорее всего, меня будут, да, о том, что матка себя защищает, значит, там что-то не так, вот, поэтому вот каждый раз, да, у женщины с рубцом, у нее еще нагружается к родам вот всякая вот эта вот аналитика, да, которая, ну, когда ты доверяешь полностью, может быть, она не нужна, но когда ты сомневаешься, что тебя сейчас будут оценивать, это вот еще дополнительно к родам с рубцом, такой маленький, ну, как бы, лишенка, да, да, согласен, согласен, вот тогда вопрос, каким образом, вот вы, например, на практике оцениваете, вот, вот идут роды, допустим, вы, я поняла, что вы оцениваете индивидуально, это прям очень круто, прям огромное вам за это спасибо, прям вообще бальзам, но вот как вы в своем, вот, в своей практике отделяете, когда роды не идут просто, но они не идут временно, мы ждем, как бы, ну, еще ждем, там, еще разовьется как-то каким-то образом, там, еще даем время, не паримся, и когда роды не идут, значит, что-то со швом все-таки не так, и уже вот надо бы тогда идти на кедр, как вы вот это разделяете, это самый сложный вопрос, я обучаю. Это сложный вопрос, и на него сложно ответить, Кристина, но, наверное, кто на что учился, как говорится, безусловно, медицинские знания для этого необходимы, нужны, да, вот, это, это, еще зона ответственности и врача, и пациента, когда я должна все-таки информировать девушку, рожать, вот я ее смотрю, говорю, три сантиметра, да, из часа три я посмотрела, и я вижу, допустим, ближе три сантиметра, и что из этого, она все три часа мучилась, как они нету, но ведь есть очень много других, по толщине, и по мягкости, и по каким-то структурным изменениям, я уверена в одном, что три часа схваток не прошли даром для нее, и для нее вот этот момент, очень важно вот это вдохновить ее, да, не испугать, не напугать, а именно вдохновить, сказать, что да, три сантиметра те же, но другая шейка, головка по-другому встала, там и так далее, то есть это надо каждый раз смотреть, безусловно, это сложно, да, это сложно, тем более, что мы опять находимся под гнетом и давлением регламентирующих документов, где четко прописано все, тут уже, конечно, во главу глаз становится сама девушка, она должна подписывать какие-то документы, это возможно, не думайте, что это нам, мы это делаем для того, чтобы снять с себя ответственность, нет, мы свою ответственность не перекладываем на девушек, но зона ответственности для девушек, она должна быть расширена, безусловно, и они должны где-то понимать, моя задача не напугать ее зря, но не пропустить ей какие-то факторы, то есть если даже эти роды закончатся кесаревым сечением, к чему я говорю, и моя совесть, и совесть этой девушки должны быть чисты, мы должны обе знать, особенно она, что она и я, мы сделали все возможное, чтобы эти роды оказались успешными, безопасными, и ребенок здоров, и мама здорова, ну не все, что получается в нашей жизни, как мы хотим, иногда ведь получается кесаревое сечение, и хоть этот маленький процент рассложнений, но он и есть, где гарантия того, что мы не попадем в этот процент, да, поэтому сложно различить опасности, где просто слабость, а где действительно опасно, но это надо уметь делать, значит, если идут схватки при этом, мы видим, что нет дискоординации, наверное, это благоприятный фактор, вот потом по консистенции шейки, по расположению головки, да, потом, если, опять-таки, есть, самое главное, знаете, что, Кристина, я бы сказала так, если на этот момент нет абсолютных показаний для кесарева, ничто не угрозает в данный момент жизни матери и ребенка, то есть, если нет признаков несостоятельности, и нет признаков страдания плода, вот в данный момент, у нас есть возможность понаблюдать, час, два, три, и если в течение этого времени мы видим, при этом надо ее не напугать, а вдохновить, безусловно, и мы видим, какие вот чудеса получаются на выходе, да, и дальше мы уже смотрим, если есть динамика, стало было три, стало пять, ок, все нормально, идем дальше, идем дальше, и вот так вот к результату, вот, критерии, конечно, есть, безусловно, ребенок, это очень, это очень, классно, да, и ребенок есть, его состояние, оно имеет очень большое значение, иногда бывают такие коллизии с пуповиной, что нам приходится идти на прекрасной родовой деятельности, на прекрасной, ровце нам приходится идти в операционную, потому что до родов еще часа два, как минимум, или даже час, а возможности излить ребенка, другого нет, вот, дети, они тоже по-разному переносят эти роды, да, вот этот момент гипоксии, поэтому иногда возникают показания со стороны малыша, и вот вкупе оценка состояния и матери, и ребенка, вот определяет нашу тактику, и вот если говорить лично про себя, про своих коллег, с которыми я работаю в одной команде, да, вот если на этот момент, на вот на момент этот, нет показаний острых, угрожающих жизни матери и ребенка, и женщина хотела бы дальше продолжать это для этого. Сейчас все вернулось, все нормально. Слышите? Слышите меня, да, потому что сейчас зависал немножко. Ага. Да, да, я сейчас слышу. Если нет показаний, угрожающих для матери и ребенка, да, это основной критерий? Да, думаю, что да. И желание женщины, девочки, самое главное желание женщины, все-таки ее желание во главу угла. Даже в протоколах у нас записано, что если женщина отказывается от естественных родов, мы можем ее прооперировать. Единственное показание для кесарево-сечения по желанию женщины, это наличие рубца. Это прописано в протоколах. Но за желанием же еще стоит не только желание, а и в принципе зона ответственности. Однозначно. Однозначно. Это вот. И главное, чтобы вы понимали, что мы не пытаемся переложить эту ответственность, но она должна быть расширена. Если она приходит, у нее все сроки вышли, я вынуждена ей давать индукцию родов, и она говорит, да, хорошо. Ну так это будет выполнено, естественно. Потому что по-другому, по-другому девочке не получится. Зона ответственности должна быть расширена. И спасибо вам большое за то, что вы сказали про вдохновить женщину. Когда вот этот вагинальный важный момент для меня, это просто один из самых напряженных моментов, потому что кесарево-сечения с 3 см, это первое. И перескочить эти 3 см, да, 3-4, вот, пойти дальше, для меня это был ключевой момент всех родов. Вот. И поэтому мне важно, что там происходит изменение. Потому что первый раз, когда я рожала, ко мне пришел Стивен Тильверс, врач, и сказал, что там вот так вот, и что, типа, он дает мне 2 часа, и там точно ничего не будет. Вот такие слова мне были сказаны. А я была беспомощницей, поэтому у меня сразу был, ну, спад полнейший. То есть вера в себя вообще, вера в тело и возможности, да, меня как женщины родить, они просто сразу на ноль. Абсолютно. Вот так, вот так вот. Я это вижу каждый раз в родах, Кристина, очень часто вижу. Как только женщина начинает пугаться, или попадать в некомфортные условия, или, допустим, она рожает без помощницы, как вы говорите, и у нас нет возможности прямо вот каждую секунду около нее находиться, вот, или роды приобретают такой болезненный характер, что ей хотелось бы обезболивание, а этого обезболивания нет, то начинают вырабатываться гормоны страха, да, глюкокортикоиды, гормоны стресса. Это перекрывает наш внутренний окситоцин, и, соответственно, у нас замедляется рожковая деятельность. Это каждый раз мы это видим, безусловно. Поэтому, конечно, желание, конечно, женщину можно и напугать за 3 секунды, но ее можно и вдохновить за те же 3 секунды, грубо говоря. Главное, чтобы не было перекосов и крайностей. Главное, чтобы мы понимали, что, ну, чтобы все было на выходе хорошо. Вот, чтобы не было у нас родов. На выходе хорошо, это хорошо сказано. Да, чтобы не было у нас такого рода ради родов. Чтобы у нас не создалось впечатление. Даже в конечней миссии, что вот там Залатова, там, или Иванова, Петрова, Иванова, Сидова рожают, а другие там не рожают. Такого нет. Если надо будет. Мы для этого и пришли на работу, да. Для этого вы приходите именно к нам. Чтобы мы внимательно следили за вами и вмешивались только тогда, когда в этом есть необходимость. То есть мы вам давали возможность родить самой ваш организм и ваше тело. Это умеет и знает. Пропала, пропала, Кристина. Не слышу. У меня... Сейчас слышу, да. Меня слышно? Сразу такой вопрос. У меня сразу возникла нехорошая мысль о том, что, может быть, кто-то даже осознанно знает, как работают эти гормоны, запугивает. И пара цеса останавливается и говорят, слушай, ну все, ты точно не рожаешь. Вот. Это, конечно, плохая мысль, но она почему-то у меня возникла, потому что люди, которые... Я не услышала. Не услышала, Кристина. Я говорю, у меня сразу возникла такая нехорошая мысль, что женщину, зная, как работают, зная механизм работы этих гормонов, когда у нее и так, ну она и так, так сказать, деятельность не слишком родовая, идет активно. А тут еще добавил ей вот этих глюк, от того, что вы сказали, и она сразу такая вообще остановилась родовая деятельность и говорит, ну все, видишь, ты же не рожаешь. Вот такого просто... Я много встречала таких вот случаев, как будто люди прям специально знают, что сейчас они в это ударят, и гормоны им, так сказать... Не хочу туда вдаваться, но мы... Да, тут без комментариев. Нехорошая мысль. Комментарии, поэтому... Когда люди знают, как работает с ней воспользоваться, у меня вот такое возникло, но я не буду развивать сейчас эту нехорошую тему, но вы меня поняли. Я не буду, может быть, они и есть, но все-таки я хочу всегда заступиться за своих коллег, за себя. Надеюсь, что это единичный случай, если такие есть в практике, это единичные. Все-таки всегда мы руководствуемся благими намерениями, осознанными или неосознанными, но благие намерения у докторов есть. Это однозначно. Ну, хочется верить, что это не так, Кристина. Ну, уже не знаю, как есть. Мне тоже хочется верить, и я хочу тоже отдельно поблагодарить вот вас в лице всех таких, кто так точно не делает, и хочу поблагодарить вообще всех вот врачей, которые вот наоборот пытаются подбодрить женщину, да, где-то с юмором, где-то там по-разному, да, но по-доброму. Но я их всех, вот сейчас и вас всех прям вот хочу вот обнять и сказать большое спасибо. Правда, честно, вот прям вот от души. Спасибо. Скажите, пожалуйста, про разрыв матки теперь уж, раз уж мы начали. Скажите, пожалуйста, вот как по вашему опыту на практике действительно ли это 0,5-1%, вот как пишут во всех этих бюллетенях, а как, или это больше? Ну, практически так, ну, может быть, чуть больше, да, 2%, может быть, может быть, чуть меньше 2%, но все-таки цифры 2-3 я не встречала, честно говоря, если проводить какую-то статистику, все-таки это небольшой процент считается все-таки, поэтому... Ну, то есть 0,5-1-2 максимум, да? Да, скажем так. А вот по вашему опыту влияет ли вот применение окситоцина всех вот этих вот разных стимуляций на увеличение процента вот этого вот? Ну, думаю, что да, думаю, что да, потому что, вот, например, и у меня был в практике случай разрыва матки во время родов, вот во время родов в активной фазе, в активной фазе. Все-таки больше у нас разрывы были в конце второго периода родов, когда все идеально, ребенок на 8-9 баллов, и женщина особенно не чувствует никаких там болевых ощущений, у нее нет болевого синдрома, при этом гемодинамика нормальная, но ты по опыту видишь, что по кровенистым выделениям, что неблагополучно, идешь наручной и находишь этот разрыв, и потом идешь его ушиваешь, и все благополучно. Я как доктора, конечно, не удовлетворена этим, была, но женщины все равно остаются счастливы, а их мечта сбылась, и они для ребенка, вот то, что вот главная идея сделать, это для ребенка, она осуществилась. Вот роды, разрывы, которые происходили в конце второго периода родов, в потугах, там практически все было всегда хорошо, но такие случаи были, их очень редко, но были. Но тут самое главное, что исходы, для матери и для ребенка, исходы благополучны, вот действительно благополучны, это важно. Если бы исходы были бы фатальными, то тогда не было бы смысла вообще об этом говорить. А разрывы в активной фазе родов, я видела вот дискоординированную родовую деятельность, очень частые схватки, был болевой синдром. И мы пошли срочно на операцию, и у нас был разрыв, но ребенок хороший, и все на 6-8 баллов, то есть мы молниеносно, и моментально все это было сделано. Там не было особенного анамнеза у девушки, то есть по крайней мере, то, что она мне рассказывала, показывала какой-то протокол операции, было обычное кесарево сечение. Но вот эта судорожная родовая деятельность, она навевала на мысли, и мы вовремя остановились, вовремя, очень вовремя. Поэтому действие окситоцина, экзогенного, оно может тоже вызывать... Это хороший гормон окситоцина, это гормон радости, любви, родов, секса, без него никак. Но хочется, чтобы он все-таки был эндогенным, этот окситоцин. Экзогеном тоже бывает, что применяем, но надо уметь работать, надо регулировать схватки там и так далее. Поэтому думаю, что... ...сказатели и способствуют осложнениям. Надо стараться, чтобы этого было по минимуму все-таки. Ну, то есть, я правильно понимаю, что вы применяете эпидурал и окситоцин вообще в родах с рубцом? Если да, то какие у вас критерии, ну вот, когда вы это делаете, в каких случаях? Ну, если окситоцин, кстати говоря, по протоколам разрешен применять признаков несостоятельности, нет признаков страдания плода, и женщина не против того, чтобы дальше эти роды продолжались, то есть без ее согласия этого не будет проведено никогда, она будет информирована обо всем, что происходит, то тогда мы можем... Обычно это происходит в конце второго периода рода. Обычно. Или на каком... Вот... Или бывает так, что в силу каких-то обстоятельств, там, ну, дискомфорта, да, там, напугалась там она, или какая-то... Были бы болевые схватки такие, что вот она испугалась. Вот везде страх, да? И роды остановились на каком-то этапе, да? И если иногда... Ну, шокситоцин, и видишь, что все восстановилось, она успокоилась, мы его убираем. Это происходит буквально полчаса, час минимум. И если мы видим, что все восстановилось, мы его убираем. То есть мы его на практике нерегулярно, но иногда применяем. Но женщинам я всегда об этом говорю. Но все-таки, учитывая опыт родов с рубцом, с рубцом на матке после двух, и скажем, лучше без него обходиться, конечно. Обходиться без окситоцина, чтобы все это было естественно, физиологично. И женщина там... Пусть это будет на час, на два попозже, но все будет. Вот. И если вот возвращаться, то да, наверное, применение окситоцина все-таки увеличивает риски разрывов. Скажу так. Наверное, так. Хотя, хотя бы... Ну, а по вашему опыту не было какого-то словового выражения? Что-что? Типа там, два раза, три раза, десять? Нет, нет. А по вашему опыту не было какого-то выражения такого там, во сколько раз это увеличивает? Ну, нет. Я такой статистики особо не проводила, потому что, честно, я редко применяю на самом деле. Редко применяю экстоцина. Ну, наверное, не 50% точно, вы имеете в виду применение экстоцина и корреляция с разрывом матки? Да, да, да. Ну, например, не во всех этих случаях, где были разрывы, не всегда применялся экстоцин, практически нигде не применялся. В активной фазе он не мог быть применен, женщина просто очень вступила активно в роды, и вот когда дискоординирована, никакого экстоцина там быть речи не могло. Поэтому на основании своего опыта не скажу вам, не скажу. Но допускаю, что экстоцин, его неуёмное такое применение может вызвать такую дискоординированную родовую деятельность, когда нет фазы расслабления, да, для мнеометрия, и когда не успевает там расслабиться, отдохнуть, и вот этот титанус, да, он может спровоцировать. Могу допустить такое, конечно. А эпидурал, вот вы относитесь, ну я так понимаю, что вы относитесь ко всем индивидуально, нет такого, что никому струбцом не ставим, или там ставим струбцом всем. Есть вот две такие категории, вот я заметила, акушеров, которые говорят, о, ну мы всем ставим струбцом, вообще нет. Вы знаете, я, честно говоря, ни разу не ставила струбцом на матки эпидуральной анестезии, признаюсь вам, никогда такого в моей жизни не было, вот, но почему-то у нас опыт применения эпидуральной анестезии в 16-м роддоме как-то не реализован. Вот в военной медицинской академии я вижу, как прекрасно ставится эта эпидуральная анестезия, вот не далее, как несколько дней назад были роды без рубца, вот я понимаю, что эта девушка, она была необходима, она без нее, ну просто бы, мы, наверное бы, ну не смогла бы она вынести эти роды, никак не получалось, не было помощницы рядом, поскольку сейчас я, видимо, не смогла ее обаять в той степени, тем более, что мы были с ней знакомы до нашей встречи вот в роддоме, поскольку карантин у нас нет возможности даже встречаться сейчас, все идет так вот по телефону и как-то вот, вот, и ей применялось эпидуральная анестезия очень хорошо, прекрасно, она очень довольна родами, я тоже была довольна этими родами, потому что, ну женщина счастлива была, вот, но с рубцом на матке я лично не применяла, но я знаю опыт моих коллег, вот в Алмазовском центре у нас, в 18-м роддоме, они применяют, не только широко, но я могу сказать только одно, любое применение каких-то, любое вмешательство, применение тоже эпидуральной анестезии, все равно влечет за собой, успех родов, на мой взгляд, все-таки, естественных, да, вот с благоприятным концом, все-таки он немножко может ослабеть, потому что эпидуральная анестезия, может возникнуть потом необходимость стабилизации, бывает так, что ослабевает родовая деятельность, потом есть риск того, что мы знаем, что при введении дозы анестетика, эпидуральное пространство, да, может падать давление у женщин, хотя сейчас у нас отличные анестезиологи, которые нивелируют все эти эффекты, может упасть сердцебиение у ребенка, и это может восприниматься как гипоксия, и очень часто душевые идут вот в родную, вот чтобы эти риски нивелировать, мне кажется, что лучше бы обойтись без этого, на мой взгляд, но для того, чтобы обойтись, надо, чтобы для женщины было комфортно в родах, чтобы она воспринимала эти схватки с радостью, чтобы она не ждала в содрогании следующую схватку, что ой, ой, сейчас идет, а ждала, как великое чудо, как великое счастье, понимала, что схватки это изгоняющие силы, без них нету родов, и хорошо, что не надо их извне усиливать эти схватки или приобретать, поэтому, на мой взгляд, любое вмешательство все-таки ограничивает наши успехи, увеличивает шансы оперативной деятельности, каждый раз, опять возвращаясь, каждый раз мы смотрим. А вот, какой процент, как по-вашему, родов, разрывов матки, которые обнаруживают после родов, ведь такие же тоже разрывы матки бывают, что когда женщина уже родила, да, я вдруг говорила сейчас ранее, а сколько примерно процентов, вот, те же, совсем минимум, как мы шутим между коллегами, мы сейчас не делаем рутина ручного обследования полости матки, и даже по протоколам пишут, что ультразвуковое исследование после родов заменяет ручное, но в силу там какой-то там слабой материально-технической базы, у нас нет, есть возможность проводить ультразвуковое исследование, есть клинические данные, на основании которых мы отказываемся от ручного обследования полости матки, естественно, за подписью женщины обязательно иметь это в виду, и мы говорим, что на выходе неизвестно, какая ниша там была, ведь при ручных мы тоже видим эти ниши, которые могут восприниматься как несостоятельность рубца, на самом деле рубец состоятельный, нет откровенной дырки, как мы говорим, нету нарушенной гемодинамики, нету болевого синдрома, она в удовлетворительном состоянии, нету кровотечения, следим, и эти женщины проходят абсолютно нормально, вот, поэтому чем больше мы их оперируем, тем больше мы боимся рубцов, понимаете как, чем больше мы делаем ручных, то же самое, тем больше мы боимся делать ручных и рожать эти рубцы, потому что страх и глаза велик и невозможно, но если объективно все хорошо, нет признаков разрыва матки, если это еще будет подтверждено ультразвуковым исследованием, то думаю, что надо отказываться там и от рутинного ручного обследования полости матки, чтобы понимать, что лишние мешательства опять-таки влекут за собой осложнения. несколько самых основных на ваш взгляд признаков разрыва матки, которые обычно точно оно. Да, но знаете, наверное, все-таки основное это все-таки остается у нас страдание плода, как это, то есть если есть какие-то признаки гипоксии плода по КТГ, надо в первую очередь думать, несостоятельность ли у нас, не начинающиеся признаки угрозы, не начинающиеся угрозы разрыва матки, об этом надо думать, потому что не всегда гипоксия это прямой признак того, что разрыв матки, но если мы говорим сейчас про разрывы, основной все-таки симптом, это, наверное, показатель со стороны ребенка, болевой синдром, я видела, да, часто это бывает, вернее, бывает, но не часто, иногда это все-таки какой-то немой идет, потому что все-таки в родах болит что, болит ни с живота и поясница, где находится рубец в том числе, да, точечные болевые синдромы, болит где-то точечный, печет, сжет, такие случаи были, отвечая на вашу, скажу, что основное это все-таки состояние плода, со стороны плода, ну и вот и болевые, кровенистые выделения могут быть, могут быть, но это тоже достаточно такой редкий, на мой взгляд, симптом, потому что все-таки рубец, зона, если он все-таки и тем более при этом рвется, там больше ссадительной ткани, только если разрыв не уходит куда-то там по ребру, не дай бог, только в этом случае мы увидим кровенистые выделения, все-таки ребенок на основном месте, дальше уже болевой синдром, гемодинамика. А сколько времени на спасение всех членов этого процесса? Ой, это очень правильный вопрос, Кристина, потому что должна быть команда, имейте в виду, что это командная работа, не я, никто либо не может сказать, что я это сделал, никогда в жизни, у меня должны быть акушерки, которые моментально помогут мне завести женщину в операцион, должны быть санитарки, которые это будут осуществлять, должны быть анестезиологи, без них вообще просто жизни нет в акушерстве, которые моментально развернут это, вообще по протоколам 20 минут, вот при острой, угрожающей жизни 20 минут, но в 16-м родильном доме мы делали это, ну, можно сказать, молниеносно, 5 минут максимум мы уже извлекли ребенка, вот это командная работа, это, кстати говоря, очень важна политика руководства, очень важна политика руководства, где будет организована эта работа, где будет все по алгоритмам, вот в этом случае, да, потому что статистика вроде небольшая, да, там мы говорим 1,5-2% разрывов, исходы мы говорим благоприятные, но ведь есть и неблагоприятные, это не сухие цифры, это трагедия женщин, это жизнь, это судьба, поэтому они должны быть минимизированы и вообще хорошо, если бы их не было, это командная работа, максимально быстро, рационная, именно для этого мы там и находимся, внимательно следим, не мешаем, вмешиваемся тогда, когда надо, и тогда наши действия должны быть четкие, грамотные, по алгоритму, бегом, вот. А вот, ну, что происходит, вот, когда, не дай бог, происходит разрыв матки, ну, там, извлекается ребенок, и потом она там очень по-хитрому как-то ушивается, ведь там же, оно же может, да, во всякие разные стороны расползаться, ну, как я понимаю, это я, конечно, не профессионал далеко, но, ну, как я представляю. Очень редко бывает так, чтобы, обычно мы ушиваем, иссякаем какие-то размаженные ткани по рубцу, это минимальное размажение бывает, и ушиваем. Редко бывает, что когда разрыв случается, и уходит куда-то в нижний сегмент, тогда, да, тогда есть сложности. Если там будут магистральные сосуды, это кровотечение, это гематомы большие, тогда может стать вопрос удаления органа, могут привлекаться сосудистые хирурги. Это очень грозное осложнение на самом деле. Надо стараться, чтобы они были сведены к минимуму, такие осложнения, безусловно, но разрывы по руку, они все-таки, вот я их видела на своей практике, они более благоприятны. Бессосудистая зона, и как-то вот мы не очень хитро, Кристина, не очень хитро, мы просто выживаем по законам хирургии, и все у нас получается, слава Богу. Но если нет такой возможности, ведь в этой связи очень важно знать, какие особенности были предыдущей операции. Знаете, когда на полном ходе бегут в операционную, и очень низко голова, и когда мы извлекаем ребенка, у нас куда-то уходит этот разрыв, и там тоже рубец получается. Вот от этого зависит еще, как будет технически проходить эта операция. От рук хирурга многое зависит. Поняла, спасибо. Благодаря. А вот...